Дорогие друзья! Дорогие друзья! Вы услышите сейчас истории этих людей, как происходят в жизни изменения. Мне кажется, это самое интересное, что может с человеком происходить, когда не просто внешние обстоятельства меняются вокруг него, но что-то в человеке изменяется так, что изменяется затем и весь мир. У нас в гостях сегодня руководители театра сотворения Кирилл и Полина Косовы. Они же являются молодой, красивой семьёй. И мы сейчас узнаем, что происходило в жизни этих замечательных людей. Может быть, в то время их улыбки не сияли так радостно. И я рада, что вы можете действительно откровенно, искренне делиться тем, что было в вашей жизни. Кто будет первый отвечать на вопрос, как вы вообще пришли к перелому, вот такому рубежу, может быть, в вашей жизни, когда вы встретили спасителя? Логично, наверное, если Полина начнёт первой, потому что она была первая. Да, мы учились вместе в театральном. И мы не дружили, особо не общались. Мы просто параллельно существовали. И подруга рассказывала мне о Боге, приглашала меня сходить вместе в церковь. И где-то в середине первого курса, находясь на рождественском служении, где-то стоя там сзади, на последних рядах, я почувствовала такое прикосновение, сильное прикосновение Бога ко мне. И я почувствовала Его любовь. И меня это потрясло больше всего, потому что я всегда думала, и мне стыдно было за то, что мне было всегда плевать на Бога. То есть у меня были какие-то к нему вопросы, были какие-то просьбы. Но в общем, мне было очень стыдно, что мне было плевать. И вот такая любовь, которая меня затронула. У меня слёзы градом полились. И такое, ну, очень сильное у меня было такое переживание, да. Мне даже потом как-то неловко было, что... Я просто залилась слезами, все потом меня утешали, обнимали. Ты не переживай. Это происходило в Петербурге, вы учились. Да, это было в Петербурге, да, я уже училась театрально. Мы учились вместе с Кириллом на одном курсе, как я говорю, мы не общались. Но потом очень такие яркие перемены во мне произошли сразу же. И вот эта любовь Бога, она как-то настолько меня наполнила, что на курсе все стали спрашивать, что с тобой произошло, ты что, влюбилась, у тебя так глаза горят, ты улыбаешься всё время, что произошло? Вот, и сначала я очень стеснялась рассказать, и потом я постепенно стала рассказывать, как-то молиться за своих друзей на курсе, в том числе за Кирилла. Но мы ещё даже вообще не смотрели в сторону друг друга. Так что я нашла свой как-то старый блокнот и увидела, что Кирилл тоже там вписан в число моих друзей, за которых я хотела бы, чтобы они тоже как-то встретились с Богом, думаю, буду за них молиться. Вот так вот произошла встреча. Это произошла встреча, и можете после этого сказать, что узнали Бога лично. То есть, ну, вы не пришли в церковь, правильно? Нет, я пришла в церковь, я стала приходить в церковь, потому что я подружилась с ребятами, с молодыми ребятами, которые были в церкви. И я стала приходить, то есть мне, в принципе, как бы это комьюнити, мне это очень нравилось. Мне нравились люди светлые, позитивные. Мы дружили со многими, в какое-то свободное время встречались. Поэтому я стала постепенно приходить в церковь, мне нравилось. И как-то, не знаю, в моей жизни, мне кажется, редкие вещи происходят резко. И все как-то постепенно, очень логично, как-то шаг за шагом приходит. Но встреча с Богом была, да, у меня такая очень яркая. То есть, я не могу сказать, что это, ну, может быть, да, может быть, нет. Это было очень сильное, очень волнующее, такое меня потрясшее переживание, которое навсегда, наверное, останется в моей памяти. И эта любовь и принятие Бога, которая в тот момент пережила, оно тоже навсегда останется в памяти. Поэтому, может быть, у меня нету какого-то сомнения, что Бог меня любит или любил когда-нибудь, или вдруг не будет любить. Я всегда чувствую его полностью, любовь ко мне, принятие. И даже один человек однажды пошутил, ну, как ты думаешь, как к тебе Бог относится? Я такая, ну, обожаю. А ты как Бога? Обожаю. Какие у тебя проблемы могут быть в жизни? У вас полная идиллия. Кирилл? Да, у меня вообще интересный такой путь был, интересная история. Я тоже из благополучной семьи, у меня все хорошо было. Я не был в местах столь отдаленных, у меня не было проблем с законом и так далее, с зависимостями. С наркотиками. Да, вот. Но у меня было превратное понимание вообще о Боге. В силу того, что когда-то, давно, в детстве, у меня мама чуть-чуть занималась какими-то непонятными вещами, появились в нашем окружении, в семейном. Появился какой-то человек, который занимался какими-то практиками духовными. Ну, что-то чем-то таком. Даже я не могу сейчас оценить правильно. И про Бога мне рассказали совершенно иные вещи. Что он злой, что он такой-сякой. Ну, в общем, там куча ерунды, какой-то чепухи. Но ты к ней серьезно вас относился? Ну, я был даже не подростком, я был ребенком тогда. То есть, ну, вы сказали так, ну, так. Я попытался тоже что-то вроде как-то так делать или как-то так жить. В связи с тем, как мне рассказали все это, все отношения. Ну, и это просто осталось в голове, и все. И потом вдруг постепенно стали появляться люди, которые стали рассказывать мне о Боге. Я даже не понимал, о чем мне говорят. Не мог понять, о чем. У меня мой лучший друг. Мы с ним вместе хулиганили. И все. И в это же самое время он мне доказывал, что нет, Бог хороший. Вот. Мы вместе с ним поступили в университет. Сюда, в Петербург приехали. И в один момент, видимо, Полина на тот момент уже начала молиться за меня. Вот. Что-то было. Я просто, я прям помню, это прям моя такая история. Я рассказываю. Я был в комнате. Это уже первый курс, да? Это первый курс. Я был в общежитии, в своей комнате. Вот. Как-то я остался один. И вдруг, в какой-то момент, я внутри себя услышал вот такую мысль. Ну, если голос говорить, наверное, не совсем правильно. Вот именно мысль, но очень четкую, ясную. Пришло время мне познакомиться с Богом. Причем, настолько четкую, ясную, настолько простую, и даже бытовую, что ощущение, что вот он живет в соседней комнате. Мы до сих пор не знакомы. Ну, как-то нелогично. Уже полгода живем рядом. Вот. Надо познакомиться. То есть, ну, как вот личность, как человек, как кто-то вот. Прямо, с которым можно поговорить. Ну, мысль пришла и пришла. Ну, да, нужно. Вот. И вдруг, через пару дней, заходит к нам в комнату братства, моего лучшего друга, и бросает такую фразу. Это было к весне дело. Он говорит, не путай религию с верой. Вот. Мы что-то про Пасху заговорили. Я говорю, о, ты вот знаешь то, что я не знаю. Мне это нужно, чтобы ты мне это рассказал. Он говорит, я не могу, я сейчас тороплюсь. Такие вот, понимаете, верующие иногда бывают. Не, чтобы все бросить на свете и упасть своим ногам. Конечно, я же хочу, рассказывай мне. Вот. Он говорит, да, да, расскажу. Я говорю, ты не отвержишься от меня, ты обязательно мне все расскажешь. Обязательно. И я через два или через три дня поймал его в общежитии. Мы сели с ним в общаге в рекреации. И проговорили, наверное, часов в пять. Вот. Я у него все расспрашивал, узнавал. Он был верующим, протестантской церковь в которую он ходил. Вот. И я все пытался уместить, как мне не отказаться от какого-то греха. И в то же время это совместить все с Богом. Потому что я понимал, что Бог-то вообще круто. И я все пытался ему выяснить. И поэтому вопросов было просто миллион, наверное. И мы с ним говорили, говорили. А можно вот это можно, а вот это вот. Ну, от этого я откажусь, да? Да, да, да. Это вообще шикарно. Это шикарно. Потому что вот прям четко осознавал, что это сохранить, это приобрести. И я ему потом говорю, ладно, когда ты там идешь в свою церковь, я пойду с тобой. Он говорит, ну вот тогда-то пойду на домашнюю группу. Я говорю, ну я с тобой пойду. Взял с собой еще одного человека, и мы пошли. И вот это был мой первый такой опыт вообще общения, встречи с верующими людьми. Я там не то, что я не могу сказать, что я прямо засвидетельствовал свое причастие к христианству, к вере и так далее. Но сердце уже все приняло. И все решения произошли. Я побыл среди этих людей в течение двух часов. Мы пообщались, поговорили, они молились о чем-то непонятном. Как-то странно вообще. Хотелось убежать, но я сидел в дальнем углу комнаты, дверь была в дальнем. Я не мог бы через них, через них пробежать. В общем, масса таких всяких разных курьезных моментов. И когда я ехал домой, потом я понял, что я уже поменялся. То есть я просто изменился целиком. То есть я не произносил как-то обычные молитвы покаяния или еще что-то. Нет, ничего такого не было. Но я стал верующим человеком тогда. То есть внутри все равно. Все поменялось. Была, я думаю, что все равно была пережита матрица духовная. Когда вот да, должно быть, да, нет, должно быть, нет. Там поступки должны быть такими. И ты внутри такой раз и вошел в этот пазл. Наверное, вот так. Внутри ты сам все равно сказал да. Конечно, я на самом деле очень прислушиваюсь к себе, к своим ощущениям и к интуиции. Всегда так было. И я заметил, что не часто меня это подводит. И поэтому, когда я попался в общение к этим людям, я увидел Бога в их глазах. Причем это я сейчас проанализировав могу это сказать. Потому что тогда я просто понял, что то, что они говорят, это правда. И вот это, собственно говоря, тот Бог, с которым я хотел познакомиться. И то, о чем они говорят. Да, это так и есть. Это истина. И все. И потом я и молиться начал сам уже, и Библию начал сам читать. И только через два или через три месяца в церкви я засвидетельствовал свое спасение. Между того времени ты все равно тоже стал как-то регулярно приходить к ним в общении и так далее. Так вот, получается, естественно, влился. И не надо было даже чего-то оставлять из того прошлого. Не, ну надо было. Конечно, надо было. Но это было другое. То есть я понимал более превосходные вещи. То есть более превосходнейший путь, конечно. Спасибо. Второй вопрос касается как раз вашей замечательной семьи. А мы думаем, что она замечательная. Если не так, то вы нам сейчас расскажете об этом. В чем секрет, как вы думаете, успешной семьи? Как вы нашли друг друга? По каким критериям вы сами выбирали? И добавили ли бы вы сейчас еще какие-то дополнительные критерии? Я точно скажу, и Кирилл это знает, и я это знаю, и мы оба друг о друге это знаем, что мне кажется, мы оба какой-то подарок в жизни друг друга. Потому что, мне кажется, ну более идеального мужа вообще для меня это сложно было придумать. Потому что у меня вообще есть такая история. Я стою на остановке, я уже много кому я рассказывала, я стою на остановке. Мне лет, наверное, 19 или 20. Идет дождь, я жду маршрутку, я ужасно замерзла. И вот еще дождь, такое состояние одиночества мне добавил, что я стою, чуть ли не плачу, молюсь, говорю, господи, не так одиноко. Дай мне, пожалуйста, причем я молилась не мужа, а любимого. Дай мне любимого. И стала ему рассказывать, какой. Я хочу, чтобы он был брюнет, высокий. Чтобы у него было классное чувство юмора, чтобы он был добрый, очень умный. И вот эти я вещи сказала. И где-то через полгода. Остальное неважно, это самое. Да, вот эти самые вещи я себе назвала, которые я хотела бы. И мы уже знали друг друга, мы вообще не смотрели в сторону друг друга. И может быть вот этот момент, когда момент какого-то духовного покаяния, духовной перемены в нас. Он вдруг открыл какие-то резервы в нас, которые мы стали замечать. Мы раньше не замечали друг друга, но вдруг, как-то я стала смотреть на Кирилла, мы стали общаться. Думаю, какой интересный парень, почему я раньше на него и не замечала. Ну, именно вы обратили друг на друга внимание в институте, не в церкви. Вы не знали, что в церкви надо. Нет, мы уже стали ходить оба в церковь. Мы вместе в одну церковь. Да, мы стали ходить вместе в одну церковь, мы стали дружить просто как друзья. И именно вот наша дружба, она переросла уже в любовь, потому что мы стали благодаря дружбе чуть ближе общаться, чем раньше, будучи в университете. Вот, мы часто находились в университете, были вместе, тусовались где-то с друзьями вместе. Мы стали больше проводить время вместе. И вдруг стали открываться друг для друга с другой стороны, нежели мы. Поверхностное. Да, поверхностное знакомство какое-то у нас было. Потому что курс, на первом курсе часто, ну вот особенно в театральном, курс большой, потом часто после первого курса уже отчисливают, отчисливают много людей, и курс становится маленьким, там человек 15-20. А так нас было там около 40 человек в начале, и мы вообще прям мало пересекались, общались. Вот, и вдруг я заметила вообще Кирилла с другой стороны, заметила его глаза, как нам интересно общаться, как мы понимаем друг друга, как у нас какие похожие взгляды на многие вещи. И такой вот какой-то магнетизм стало замечать, что нам хочется больше и больше общаться, и такую симпатию. И потом мы очень много делали вместе, там, в театральном, там, на сцене движения, какой-то вместе там этюд делали, там, на танце какой-то вместе танец сделали, там, еще что у нас постоянно такое непрекращаемое общение. И постепенно мы стали как-то влюбляться друг в друга, потому что тоже придя уже к Богу и думая вообще о своей второй половинке, я очень много слышала историй, вот, там, мне во сне приснилось, Бог мне проговорил, а там, это твой муж, это твоя жена. И я молилась, Господи, пожалуйста, нет, упаси Боже меня вообще от таких вот откровений, все, я молилась, пусть придет любовь естественная, плавная, сильная, страстная, пусть, пусть это будет все естественно. И поэтому эти отношения как-то, естественно, завязались из глубокой дружбы, поэтому, может быть, у нас, когда мы поженились, вообще не было каких-то проблем в начале, что, там, говорят, люди там притираются, как там вообще жить. Потому что не было новостей, да? Ну, конечно, мы дружили, да. Мы дружили, да. Это был мой лучший друг, мне было с ним классно всегда, было весело, и кроме лучшего друга он стал моим возлюбленным, а потом моим мужем, поэтому не было каких-то вот таких вот проблем. Потом мы, может быть, потому что мы еще партнеры, поэтому наша семья, мне кажется, классной, потому что мы партнеры в нашем деле, мы партнеры в семье, мы поддерживаем как супруги друг друга. Хоть, может быть, это и сложно быть и партнерами, в том числе в семье, потому что это рабочие споры может приносить в семью. Ну, как-то мы пытаемся это урегулировать, не всегда получается. Вот, но если говорить о каких-то секретах счастливой семьи, не знаю, мне кажется, это вообще все от людей зависит. Хоть расскажи секрет хоть кому, хоть какой, и может ничего не получится. Если ты как-то по жизни относишься с юмором, к сложностям, если ты готов на что-то закрыть глаза, и, ну, как сказать, ну, ладно, так, раз так, то так, пусть так будет. Вот, и с чем-то смириться просто. Мне кажется, и любые какие-то трудности в семье не пройдут. Расскажи, пожалуйста, вкратце тогда вот, как ты увидел Полину, вот она обратилась к тому, кто ее обожает, первый, первый обожал ее, и попросила второго, такого уже человека в жизни. А у тебя как это получилось? Вы довольно молодые были, когда встретились? Ну, да. Мне кажется, я не знаю, ребята вот в 19 думают, а вот так. Нет, мы поженились тогда в 22 уже, вот, поэтому до этого. Мы встречались, расставались, то опять стали встречаться, и уже поженились, да, попозже. Ну, что, Кирилл, давай. Я не, я, у меня не было критерий таких вот, у меня был один только критерий, я хотел, чтобы моя жена, или моя возлюбленная, такого, полюбовую, у меня был один важный критерий, чтобы она любила Бога. Причем довольно, ну, очень практичное это было у меня желание, то есть, невозвышенно романтическое, христианское. Я просто понимал, что если она любит Бога, значит, она будет всегда готова к изменениям. Значит, она всегда будет готова к тому, чтобы там корректироваться и так далее. И более того, получается, что у нас вместе есть один арбитр. Ну, то есть, получается, человек живет не просто так, вот по своей системе координат, вот, он захотел поступить так или так. У нас есть, как бы, общий царь в голове. А ты это видел, в общем-то, в среде театральных ребят, и не только, наверное? Нет, не видел, нет. Просто вот у меня вот такой... Нет, я имею в виду не христианскую ситуацию, а как раз вот, когда люди в своей системе координат очень так ярко живут. Ну, это, в принципе, по жизни так, вот. Потому что, на самом деле, такое и среди христиан очень часто же происходит. То есть, когда люди теряют вот эти вот основные какие-то маяки в своей жизни, основные критерии, основную вот эту координат они теряют, ну, там можно повезти куда угодно. К тому же сейчас информационное поле настолько огромное, и тренеров всяких и так далее, и просто коучи, и просто выше крыши. К чему, и кто там кого научит. Многие учат противоположным вещам по одним и тем же вопросам и так далее. То есть, ну, это такой, ну, такой путь сложный. Ты подружился с Полиной, и поэтому ты стал обращать на нее внимание. Мы подружились, просто мы стали верующими. Вот, мы ходили в одну церковь, вот, и у нас как-то, ну, учились вместе, и сложилась, как бы, такая компания, вот, молодых наших ребят, наших сверстников, с которыми мы вместе и учились, и ходили в церковь, и стали верующими. И мы, естественно, вместе, ну, как тусовались, ну, вот, и пришел месяц, два, три, год, вот, и мы все время вместе, то есть, мы вместе праздновали дни рождения, вместе отмечали Новый год, вместе, ну, и так далее, так далее, то есть, вот эти вот вещи. Вот, а потом для меня важно было, чтобы в девушке был шарм, вот, это самое важное, на мой взгляд, вот, а в ней это было. И много, и до сих пор. И много, да, вот, и в какой-то момент, опять-таки, мы репетировали какой-то танец для рождественского концерта, в церкви, и мы репетировали его в институте, вчетвером, я смотрю. Мы пытались нотку творчества пригласить в церковь, в которую хотели. Вот, и Полина так смотрю, она таким взглядом на меня смотрит, я сразу все смекнул, все понял, что я-то, как бы, понравился девчонке. Вот, и почему-то в этот же момент раз, и она понравилась мне. Вот, просто это прям, вот, как-то трак, раз, раз быстро, и произошло. И на это рождество, это Новый год, уже, вот, буквально, там, через полмесяца, или через месяц был, и мы отмечали вместе. И я пришел к ним, она снимала вместе с девушкой квартиру, мы там у них, как бы, отмечали Новый год, нас, там, человек, шесть или восемь, там, собралось. Вот, я смотрю, уже такие влюбленные в глаза, мы играли в игру в мафию. Вот, я на этом сыграл, выиграл, потому что она мне поверила, по-моему. Ну, вот, в общем, как-то это вот так вот. И, на самом деле, то, о чем Полина говорит, все рождалось очень естественно, и очень просто, без каких-то магических, там, мистических вещей, откровений, и так далее. Без списков каких-то таких. Без списков вообще, без списков, без критериев, без ничего. Я просто влюбился в нее. Хотя, опять-таки, вот, когда люди приходят к Богу и в церковь, их порой пугают какие-то вещи, когда они не понимают, например, как услышать ответ от Бога. Или, как понять, вот, а вот он одобряет или не одобряет мой выбор, там, а это моя или не моя, для меня, не для меня. И, когда человек сильно просто в это погрязает, он просто начинает нырять в страх. Вот, и я в него нырнул, и мне стало страшно. Я не понял, чего, не понял, почему, я все взвешивал и так, и сяк, не мог понять, в чем дело. И это была одна из, основная причина была, когда мы расстались. Вот, то есть, мы объяснились, сказали, что мы друг другу нравимся, что мы влюбились, все, и вдруг раз, и все, а что дальше? Вот это интересно, кстати, да, вот, вроде все так классно шло, шло. Да, а все, а все, вот, почему происходит, как это происходит обычно в мире. Люди влюбляются, и, там, не знаю, там, через месяц начинают жить вместе. Мы христиане, мы как-то, у нас, ну, ценности наши поменялись, наши принципы изменились. Я понял, что все должно быть иначе, ну, вот, мы объяснились друг с другом, и что дальше? Все, ну, что, жениться надо, да? Ну, да, ну, ладно, давайте будем жениться. И что-то, ну, как-то, что-то неестественно в этом есть. Ну, ненормальные какие-то вещи. Какие-то слишком быстрые шаги начались, мне кажется, мы не готовы были к этой мысли, и это нас напугало, и оттолкнуло. Да, вот, и мы расстались, но время идет, и все равно то, что вот, как бы, ну, магнитики, они все равно притягиваются, вот, и я чувствую, что, ну, чувства не проходят, и меня тянет к ней, а ее тянет ко мне, хотя расставались мы навсегда. Да, если расстались, то все, то есть не перерыв, не тайм-аут, все, расстались. Вот, и потом, когда вот... Через 8 месяцев где-то мы стали опять встречаться. Да, мы не просто стали опять встречаться, мы влюбились настолько, что просто мы потеряли голову совсем вообще, то есть мы могли созваниваться и по 40 минут просто молчать в трубку. То есть это было полезно, до 8 месяцев, я имею в виду, да? Да, 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 вот, потому что потом пришли именно те чувства, про которые Полина говорит. Спасибо большое, мне кажется, вот вы прям такими, действительно, искренностью, и лайфхаками, и правильностью, и действительно, вот своими пробами и ошибками поделились. Полина, спасибо, я тоже, кстати, согласна, что можно научить того, кто хочет научиться. Вот, поэтому то, что вы уже сказали, мне кажется, уже достаточно, если люди будут практиковать это хоть чуть-чуть. И буквально под занавес, кратко в нескольких словах, хотел спросить вас, считаете ли вы, что вы нашли свое призвание? И в чем оно заключается? Мне всегда казалось, конечно, я знаю свое призвание, человек сцены, я актриса, режиссер, я обожаю театр, кино и так далее. Мне казалось, ну уж, я все про себя знаю. А последнее время вдруг я поняла, что мое призвание, оно немножечко в другом. Оно не отменяет вот этого всего, но плюс дополняет еще какие-то вещи. То есть я все это делаю для чего? Чтобы что? И вот на вопрос «чтобы что?» я себе ответила. Я не могу это говорить во всеуслышание, не знаю, для меня это какое-то очень такое сокровенное знание мои. Но призвание – это не просто дело жизни, сто процентов нет. Призвание – это что ты несешь этим делом жизни. Это послание этого дела, да? Да, это послание этого дела, это эмоции, которые люди переживают от этого дела, это может быть какая-то, не знаю, гармония, которая приходит в их жизнь от того, что ты соприкоснулся с ними. То есть это что-то большее, это что-то духовное, душевное, это что-то из разряда нематериальных ценностей каких-то. А у тебя, Кирилл? А у меня, я недавно разговаривал с родителями, и вдруг разговаривая с ними, я сам себе вдруг ответил на несколько вопросов. Я просто понял, что каждому человеку нужна мечта, какая-то большая, здоровая. Мечта не просто купить яхту за много миллионов евро, а мечта кем-то стать. Ну, да, кем-то стать. То есть, да, я кто-то, я он. И я понял, что я всегда внутри себя отвечал на этот вопрос, что я артист. Я даже на две, два таких пункта, я актер и служитель. И вдруг с ними разговариваю, я понял, что я занимаюсь всем, о чем я мечтал. Я играю в театре, я играю в кино, я обожаю это. Я люблю пантомиму, я как мим выступаю и имею в этом успех. Я люблю вести мероприятия, я веду мероприятия, выступаю ведущим как на разного рода мероприятиях, как там светского характера, там неважно, там церковного характера, телевизионного формата, любого. Вот. Я понимаю, что я мечтал об этом, я мечтал о том, чтобы проповедовать в церкви, я проповедую в церкви. И то есть вот все, что я делаю, это то, о чем я хотел, то, о чем я мечтал. Я знаю, что это Бог так ведет. Но что касательно призвания, я знаю, что я сейчас на пути. На пути, потому что я делаю то, что я должен делать, то, что я хотел делать, то, что я хочу делать. Это приносит мне удовлетворение. И я понимаю, что впереди еще что-то, я к чему-то иду. Это что-то где-то как-то выстрелит. Даже вот просто если понять, о чем я говорю. Многие режиссеры снимали много фильмов, но, как правило, бывает один и два фильма, по которым его знают все. И говорят, вот там, вот это кино смотрел, да, какой хороший режиссер, да, замечательный. А у этого режиссера еще 20 картинок, кто их знает? Никто не знает. Но он шел. То есть благодаря тому, что он делал, он идет на пути к тому, чтобы снять какую-то картину. И он не пересал быть режиссером, но явление такое, да, событие? Все является ступенькой какой-то порой. Так что я думаю, что вот так. Отлично. Спасибо большое, друзья. Надеюсь, что вот эта энергия, драйв, поиск этой молодой творческой пары зарядят также и вас быть дерзким, быть ищущим и знать, что есть тот, кто вас обожает. На три сложных вопроса для вас отвечали Кирилл и Полина Косовы. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok